Как вы считаете, насколько сейчас серьезной угрозы мировой войны возможно ли она? Вы прекрасно видите, какие взаимоотношения, как кладываются ситуации на территории Ближнего Востока, арабских государств и северных. Наверное, ближе можно было бы сказать, та ситуация, которая кладывается на сегодня, мы ее получаем от органов Федеральной службы безопасности, от органов Генерального штаба, главного штаба, вот здесь от своих коллег. Вы Ближний Восток упомянули, а почему именно Ближний Восток? То есть вы считаете, что некая цепная реакция способна располагаться по всему миру? То есть какой, возможно, сценарий мог бы быть? Не дай бог, конечно. Ну не дай бог, сценарий, наверное, цепной, связан с этим моментом, с помощью каких-то определенных сил, дела идут не очень-то хорошо. И вы же видите, да, что связано с Израилем, с соседними государствами, в том числе самоотношения Ирака, Ирана, Турции, Курдистана, все эти моменты, они весьма не так идут по цепи. И ситуация, которая там сложилась на сегодняшний день, она, ну скажем так, нечетко отслеживается руководством. А Китай у вас опасения не вызывает? Я работал с Китайскими, будучи главным командованием, значит, приезжала делегация в Москву, когда я служил там, привозили силы и средства своего специального вношения, приезжали офицеры и генералы, и в том числе командующие внутренними войсками. Военная милиция, по номинованию, является самая мощная силовая составляющая. Я представлял свои силы специального вношения по распоряжению главкома, мы работали, проводили совместные учения. Ничто такого они особо не показали. Дисциплина очень жесткая, даже система проживания, вы знаете, да, до капитана офицеры же проживают где, указали. Система подготовки неплохая, выносливая, но вот находясь с ними на учениях совместных, особого превосходства над нашими силами специального вношения я не увидел. Я бы, наверное, ближе оценил бы внутреннюю политику. Нужно остановить рост этого неприятного потенциала, который называется экстремизм, исламский фундаментализм. Его нужно остановить в зачатке, иначе расползет. Пример вы явно видите на территории Татарстана, Башкирии, да и здесь уже много проникновений и всяких моментов. Мне доводилось слышать о том, что в Башкирии конкретно, то есть рост национализма стал настолько высоким, что там вплоть до того, что спецподразделениям приходится проводить там военные операции. Ну вот, информация была, мы одну информацию проверили, попали на ту неделю. Про Башкирии? Ну, гордиться рядышком. И? Ну, нет, это же так. Я выбрасывал свои силы специального вношения совместно с органами ФСБ для поисковых мероприятий. А что случилось? Ну, я имею информацию, что якобы там есть какие-то непонятные силы создались, кто-то стреляет, кто-то обмечается. Именно со стороны Башкир? Ну да. Башкир, которые еще летят. То есть, с той стороны некие бандформирования, да? Ну, что-то было такое подобное. Наиболее важная угроза ли страны, с вашей точки зрения? Ну, я считаю, что Кавказ. Кавказ исключительно. Кавказ пытается раскачать. Воспользоваться тем моментом, что трудонезанятость населения. Раскачать в смысле отделиться территориально? Конечная цель. Отделиться территориально, значит. Во-первых, это не допустим, да, чтобы отлить. А если, не дай бог, это произойдет, еще будет храм. Еще сильнее. Это приток сразу мгновенный будет, да? Некоторых определенных, после того, чтобы дальнейшее раскачать. Вот это сейчас тонкое место. Кавказ – самое тонкое место на сегодняшний момент. То есть главная угроза – сепаратизм? Сепаратизм.